Мы должны там бороться независимо от того, с флагом мы или без. Я убежден в том, что мы виноваты в том, что так получилось. Мы виноваты. Мы в конце концов, знаете, я всегда привожу один пример. Чего орать? Вот они не должны ехать. Я задаю всегда один и тот же вопрос. Никогда люди простые, которые в большом спорте не работали, они никогда не задумываются о простых вещах. Наши хоккеисты 50 лет находятся как минимум, ну вместе с Советским Союзом, находятся в лидирующей тройке по этому виду спорта – хоккей и шайбы. Мы играем всю жизнь, начиная с середины 60-х годов, не на своих коньках, не своими клюшками, не в своих… Вот с этого надо начинать. Вы выставляете лучших фигуристов в мире, которые катаются на итальянских коньках. Они катаются на итальянских коньках, итальянцы предъявляют Федерацию коньки, и Федерация обменяет правила, потому что теперь мы на одно ребро приземляемся, а раньше на два. Эти ребра делают итальянцы, а мы переучиваемся срочно, нам дали другой конек. Это что такое, я хочу спросить? Мы трусов собственных сшить не можем, а это важно в современном спорте. Горнолыжники сегодня – это как Формула-1. У нас что, хоть один бренд есть, который хоть что-то производит? Да ни черта подобного. Вот с этого начните. А не ломайте людям жизни. 20 лет человек шел к тому, чтобы стать чемпионом, и какой-то чиновник ему объяснял, как ему, что ему принимать, что не принимать. Потом нахлобучили этого чиновника, и жизнь ребенка, который 20 лет шел к этому, 25, понимаете, она поломана. Все. И мысли, давайте нам лишь бы флагом помахать. Каким вы флагом хотите? Коньки научитесь выпускать, вашу мать, для наших хоккеистов. И заставьте весь мир на этих коньках кататься, потому что вы лучше всех играете на этих коньках. Вы на этими клюшками забиваете, вы этими шайбами. Вот в чем причина. И это и есть патриотизм и любовь к родине. Доказывайте, нет, мы сидим за забором и гавкаем. Вот все. Пусть едут и рвут там всех.